Чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить не одну тысячу рублей, а если детей несколько, кратно больше. Городские власти в преддверии Дня знаний проводят традиционную благотворительную акцию – помогают многодетным семьям с канцтоварами. Управление соцзащиты поддерживает родителей, у которых шесть и более детей. На чаепитие в мэрию пригласили несколько семей, чтобы поговорить о проблемах, с которыми те сталкиваются, и вручить подарки к новому учебному году. Для многодетных семей областного центра закупили более 350 канцелярских наборов. Сегодня мы вручаем для семей, где шесть и более детей воспитываются, остальные наборы, 300 штук, мы передаем в территориальное управление, где они будут распределяться среди малобеспеченных семей. Конечно, это небольшая только, но это лишь вклад администрации города Иваново. Обычно в этой акции принимают участие и общественные организации, и благотворительные общества, и жители города Иваново. Свою лепту в доброе дело вносят и сотрудники управления судебных приставов. В августе они приезжают к детям, которые уже давно не видели алиментов от своего родителя. В семье Оксаны Абдулвалеевой четверо детей, все мальчики. Помощь от приставов здесь совсем не лишняя. В принципе, я привыкла сама все, поэтому я ни от кого помощи не жду. Ни от бывшего супруга, ни от мамы, ни от кого-то, ни от государства. Потому что даже вот в соцзащиту звонишь о том, что школьные принадлежности они не могут сразу найти. Находят из того, что я начинаю нервничать и говорить о том, что я пойду к вашему руководству, буду жаловаться. Да, не находят. Прокормить детей без помощи супруга непросто. Особенно напряженно с финансами как раз в конце лета, перед школой. Семья Оксаны в регионе не исключение. В Ивановской области у нас проживает порядка 120 многодетных семей, родители которых обязаны платить алименты. И каждому судебные приставы приютывать семьи с целью оказания помощи, а также собраться в школу детям к началу учебного года. Помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу может каждый. В крупных торговых центрах работают пункты соцзащиты, куда можно принести канцтовары или одежду. В перечине точек сбора можно найти на сайте мэрии. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.